Вот и все новости к этому часу. Впереди детали дня с Ильей Зубовым. Илья, тебе слово. Благодарю, Егор. 16 февраля глава республики выступит с докладом перед депутатами Государственного Совета об итогах работы правительства КОМИ в 2016 году и планах на перспективу. Накануне ежегодного доклада по поручению Сергея Гапликова министры правительства подводят итоги работы своих ведомств в эфире телеканала Юрген в студии программы детали дня. Сегодня речь пойдет о том, каких результатов достигла в прошлом году промышленность республики. Говорить мы будем сегодня с заместителем председателя правительства республики КОМИ, министром промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики Николаем Герасимовым. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Главная задача вашего ведомства создавать все условия для формирования высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной промышленности, развивать систему льгот и преференции организациям в развитии производства на территории республики КОМИ. Подробнее сейчас о промышленности региона в прошлом году в материале Татьяны Супряткиной. 2016 год для промышленного сектора и курирующего его министерства КОМИ стал показателем, как можно и нужно работать с крупными инвесторами в условиях жесткой экономии и четко выстроенных приоритетов. Топливно-энергетический комплекс – то, на что опирается региональная экономика. Партнерство нефти и газодобывающих компаний – это не просто вложение в развитие региона, это знаковый задел на будущее, поддержка социального сектора прилегающей территории. В рамках нового соглашения с одним из ведущих нефтяных партнеров в 2016-м были предусмотрены суммы отчислений в бюджет КОМИ значительно выше предыдущих лет. Наша инвестиционная активность на территории республики сохраняется. То есть мы сохраняем сегодня инвестиции в развитие Ярисского месторождения, в том числе строительство новых мощностей для энергетики. Мы продолжаем инвестиции в геологоразведку на территории республики КОМИ. Мы развиваем, мы вошли в новый бизнес на территории республики КОМИ – это энергогенерация. В этом году введена первая станция, в следующем году мы введем вторую станцию, и компания будет уже крупным производителем электромергии. Республика запустила перезагрузку отношений со всеми крупными промышленными предприятиями. Диалог между властью и бизнесом вышел на новый уровень. В этом году нам удалось согласовать с компанией Монди увеличение тех сумм, которые мы регулярно, по сравнению с прошлым годом, на 10%. И большая часть из этих денег направляется на создание и поддержание рабочих мест, порядка 60%. И 40% этих денег направляется на решение, ну, таких неотложных, насущных, социальных проблем, которые есть в районах. Лесопромышленный комплекс начал модернизацию производства, чтобы выйти на стопроцентную переработку сырья в пределах региона, в том числе и в части отходов, которые могут стать доходами. Производство пилетной продукции у нас планирует довести до 200 тысяч тонн в годы. 96 котельных южных районов КОМИ планируют перевести на дешевое биотопливо. Сегодня республика по праву занимает второе место по выпуску фанеры и бумаги и третье место по выпуску картона среди субъектов Российской Федерации. О том, что наш лесопромышленный комплекс развивается, говорит и тот факт, что именно в КОМИ в 2016 году прошел российский чемпионат среди бальщиков лесорог-2016, где наши спецы в очередной раз показали свой профессионализм. Наш регион по праву занимает лидирующую позицию в лесной отрасли. Мы, конечно, тем самым привлекаем активно молодежь в эту отрасль, показываем уровень ее развития, показываем важность для нашего региона этой отрасли. И, конечно, хотим, чтобы наши молодые люди были в перспективе так же профессиональны, как те, кто сегодня участвует в лесорубе. Транспортная доступность – еще один из приоритетных направлений в работе регионального министерства промышленности. Правительство КОМИ приобрело 40 новых автобусов НИФАС, которые сейчас работают на экологичном газомоторном топливе. Его преимущества очевидны – низкая цена, безопасность и, наконец, перспективность, что, к слову, уже успели оценить жители столицы КОМИ. Новые автобусы обслуживают именно сактовкарские маршруты. На корейце ездил, надо было переключать, как говорится, передачу ручную. Сейчас все автомат. Едешь, наслаждаешься, как говорится, жизнью. В 2016 году по-новому стала складываться обстановка и в машиностроении, в КОМИ были реализованы несколько масштабных инвестпроектов. В частности, в Сактовкаре запустили производство башенных кранов марки «Рокра» с изначальной мощностью сборки до 100 подъемных механизмов в год. В разрезе отраслевых направлений в прошлом году СПАП показала только угледобычу, да и то в силу непредвиденных обстоятельств. Взрыв на шахте «Северная» и последующая остановка ее разработки, по данным Комистата, отразилась в целом на объемах добычи угля. По сравнению с 2015 годом они уменьшились на 25% до 10,8 миллионов тонн. Между тем, правительство БКОМИ подписало соглашение с компаниями «Северсталь» и «Русал» о пересмотре инвестиционного подхода в развитии региональной промышленности. Ну вот это вкратце о работе Минпрома в 2016 году, а теперь, Николай Николаевич, подробно и начнем мы с вами с лесопромышленного комплекса нашего, потому что наш регион в этом смысле является ключевым в европейской части России. Покажите нам, пожалуйста, цифры, которые характеризуют работу лесного нашего комплекса. Вот по большинству пунктов мы видим абсолютный рост производства. Можем ли мы с вами сказать, что лесопромышленному комплексу мы должны поставить 5 за 2016 год? Да, я прежде хотел бы поблагодарить вашего корреспондента за такой комплексный ролик, показанный и зрителю, и мне, поэтому резко облегчившим мою позицию в эфире. И как человек, отвечающий за промышленный блок в регионе, неоднократно обсуждающий и обнажающий проблемы развития тех или иных отраслей, мне действительно приятно сегодня начать разговор именно с лесной отрасли. И я, наверное, единственной отрасли без оговорки поставил бы ей самую высшую оценку. Мы достигли достаточно сбалансированной, гармоничной ситуации в лесопромышленном комплексе. Мне могут в упрек говорить, что раньше перерабатывалось древесины в три раза больше. Раньше, это, видимо, до 2015. В те же 80-е годы вся древесина вывозилась за границы региона. Сегодня мы имеем почти 6 миллионов тонн кубов древесины, и весь этот объем перерабатывается на территории Республики Коми, где созданы самые современные производства, позволяющие производить все виды продукции от лесопилки до фанеры, целлюлозы, картона, бумаги, причем все высшего качества, причем все в очень высокой пропорции с экспортной направленностью. И, наверное, самый важный элемент 2016 года, это прежде всего сбалансированность, когда все, что разрабатывается, перерабатывается на территории, причем потенциал региона далеко не исчерпан, и прогнозы 2017 года, причем востребованность продукции на внутреннем и мировом рынке, сегодня вывели отрасли в один из драйверов развития региона, чего лесная отрасль никогда не ощущала как свою перспективу. Поэтому это хороший год у лесного сообщества, и думаю, что у нас впереди будут новые удачи, и наряду с Монди, с Княжевым, с нашими фанерными заводами появятся предприятия новые в Труицко-Печорске. Да, мы об этом тоже знаем, мы очень ждем их открытия. Мне даже подсказывают, что у нас есть телефонный звонок на тему ЛПК. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Вот у меня такой вопрос. При лесопереработке появляется много древесных отходов, которые можно превратить в дополнительный доход. Какую работу в этой области проводит министерство? Я бы назвал это одной стержневой задачей развития лесопромышленного комплекса, и она реализуется на ряде направлений. Прежде всего, совершенно новое направление, которое начинает иметь место в регионе, это создание щерей пилетных производств, в том числе уже достаточно крупных. В ближайшее время щерей лесопил вводит мощности на уровне 40 тысяч тонн в год, а в том же 2016 году мы дошли, приходим к объему порядка 100 тысяч кубов пилет и брикетов в год. По сути дела, предельно востребованный товар. Этим продуктом пользуется как население региона, так и коммунальный комплекс, и мы надеемся, что весь юг республики мы практически переведем на котельные, использующие этот предельно экологический современный вид топлива. Кроме того, я бы обозначил ситуацию и в других направлениях. Практически сегодня вся кора, вся щепа уходит в генерацию и создает дополнительные объемы энергии. Это второй блок, третий блок. По сути дела, постоянно идет повышение в общем объеме древесины, получение процента деловой древесины. И по сути дела, сегодня в рамках этой процентовки мы сумели в регионе иметь базовую цифру выхода на древесину, которая используется в лесопильной, составляющей до 40%. Серьезно, да. И это все заделы и перспективы, которые, я думаю, будут работать на лесопромышленный комплекс и укреплять его как базу. Очень приятно, что лесная промышленность у нас остается в приоритете. Но, тем не менее, у нас есть еще две позиции, которые определяют нашу добывающую промышленность. Это газа и нефтедобыча. У нас тоже есть определенные цифры, которые нам говорят о следующем. Что вот добыча газа природного в прошлом году выросла аж на 4% в соотношении с годом в 2015, а по нефти на 1,4%. Как вы оцениваете эти результаты, учитывая, что более 44% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики формируется как раз работой газа и нефтедобывающих компаний? Работу нефтегазового сектора я тоже оцениваю очень высоко. Несмотря на падение цен на нефть и газ, мы имеем динамично развивающуюся отрасль, которая не потеряла объемы инвестиций в регион. И по сути дела только в 2016 году мы имеем как геологические открытия новых нефтяных и газовых месторождений, так и совершенствование объемов добычи и подготовки новых месторождений, таких как Яревский комплекс по разработке тяжелых нефтей Ярига, как разработка Лукоилом Восточного Ламбейшорского месторождения, как ряд других проектов, которые незаметны, на которые реализуются. Допустим, назову, что мы сегодня 5 лет назад практически в основе, пуская весь попутный газ на факел, мы сегодня 90% газа утилизируем. И это позволило нам в регионе почти выйти на 4 миллиарда кубов использования собственного газа незаметно, экологично и перспективно. И эта работа проводится. Я не могу говорить о ряде проектов, начиная от таких крупных, как проект Баваненкова, Ухта-Баваненкова-2, которые мы только-только запустили буквально 2 недели назад. Но там уже все равно есть результат. И, по сути дела, большой коллектив Ухта-Трансгаз сегодня практически Чири прокачивает и поставляет на европейский и российский рынок газа почти 200 миллиардов через ту часть системы, которую эта команда обеспечивает. То есть здесь мы тоже отработали на отлично? И более того, в принципе, специалисты Коми-Республики и компании осваивают всю Тимана-Печору, в том числе ее ненецкую часть. И, по сути дела, они связаны одной инфраструктурой, одной инфраструктурой транспортной. И мы имеем в этом году максимальный уровень добычи нефти в Тимана-Печоре 31 миллион тонн. В 89-й год максимум добычи советского периода Тимана-Печора давала 18,7 миллиона тонн. То есть здесь никто с советским периодом сравнивать не стоит? Да. Но мне отрадно, что отрасль растет, отрасль готовит перспективу, и отрасль работает в этих жестких условиях и санкций, и практически резкого понижения цены на нефть. Еще одна цифра. Нас очень часто любят критиковать за те или иные разливы. Допустим, Ухта-Транснефть, которая обеспечивает поставку 24 миллионов тонн нефти от Усинска до Ярославля, практически в прошедшем году не имела ни одного разрыва нефтепровода. Это, в принципе, весомый эксперт компании, и это, по большому счету, современный стиль и подход к работе. То есть компании стали ответственнее относиться к своей работе. Это очень важно. Ну и уголь. Без него, собственно, наша республика тоже. Уголь. Очень сложный для нас выдался год. Если я о предыдущих секторах экономики говорил в мажорном стиле, то, конечно, шахта Северная была общей бедой работы в 2016 году, и, по большому счету, привела к тому спаду почти на 25%, который мы имеем по итогам 2016 года. Вообще проблема угольной отрасли – это одна из болевых стратегических проблем, которые требуют решения. И обозначу это только одним фактором, что вот мы 14 февраля в Воркуте попытаемся обсудить, обозначить и наметить пути развития Печорского угольного бощейна. А Интауголь – это второе тоже? Интауголь практически. Проблема еще более глубоко кризисная, но я надеюсь, что мы найдем решение. И в этом, наверное, я бы его обозначил самым трудным вопросом сегодняшней промышленности региона. Да, и мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. О, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, у меня такой вопрос. В течение 2016 года неоднократно поднимались вопросы о недостаточной надежности энергосбережения населения. В городах Интау, Воркута, для населения, для предприятий. Какие меры были предприняты правительством Республики Коми по решению данного вопроса? Ну и какова текущая ситуация на настоящее время? Вы знаете, мы перешли к следующему блоку проблем. Самых тяжелых для Министерства промышленности в 2016 году. По сути дела, после аварийной ситуации в Воркуте в феврале 2016 года, Воркутинский узел среди четырех регионов России был переведен в регион высоких рисков. И эта ситуация практически предопределила всю работу энергетической компании и министерства на этом направлении. По сути дела, нами было только за прошедший период проведено 34 штаба по рассмотрению всех проблем энергетики в регионе. И могу сказать, что за 2016 год, если мы в феврале прошлого года имели ситуацию, когда на ТЭС-2 в Воркуте работало 2-3, а порой даже до двух турбин, и выдавали предельно минимальную мощность 55 мегаватт, то сегодня практически мы имеем проведенные компании ремонты в полном объеме, и сегодня 9 котлоагрегатов и чем турбин находятся либо в работе, либо в ожидании с завершенными ремонтами. В прошедший год мы в энергосистему республики, в генерации, и прежде всего в ТЭС-2 было вложено почти 500 миллионов рублей, примерно столько, как за предыдущие 3-4 года. Очень системно сетевики провели замену ЛЭП в Воркута-Печора, и то же самое и на Инту, и по сути дела мы сегодня имеем стабильно работающие энергетические генерации и сетевое хозяйство, и практически об этом говорит количество аварий, которые на сегодняшний момент и в сетевом секторе, и в генерациях уменьшилось примерно 8-10 раз по отношению к прошлому году. Я думаю, что... Это крупный показатель, да. Да, это серьезные хорошие показатели, я думаю, сегодня мы... Они приобретают высокий уровень стабильности, и наша задача через... в течение полутора лет завершить все эти ремонты и практически выйти из категории региона с высокими рисками. Это по плечу. Замечательно. Ну и плюс ко всему результатом работы еще стал программный документ, который называется «Схема и программа развития электроэнергетики Республики на 2016-2021 годы». Мы уверены, что она сработает, и мы прервемся буквально на очень короткий промежуток времени. Не переключайтесь. На телеканале Юрген продолжаются детали дня. Мы сегодня говорим об итогах работы в 2016 году Минпрома, и мы наконец-то перейдем, Николай Николаевич, к теме транспорта, учитывая протяженность нашей республики, тема всегда для нас актуальна, и начнем с авиасообщения. Мы знаем, что Коми Авиатранс при поддержке правительства пополнил свой авиапарк новыми самолетами Л-410, их 4 штуки, а также приобрел 5 среднемагистральных эмбраеров 145-х. Вот в первую очередь, каким образом это повлияло на наши внутренние авиасообщения? Ну, практически мы сумели, не просто приобрел, приобретены они были и раньше, по сути дела мы подходим к ситуации, когда у ряда самолетов требуется восстановление ресурса, то есть они предельно хорошо поработали, и если малые самолеты работают на авиацию внутрирегиональную, большие самолеты практически, эмбраер 145-й, 5-й практически заняли свое место уже на российском рынке, имеют имя и имеют хорошие перспективы. Но я думаю, что вопрос приобретения самолетов, это вопрос и будущего, мы будем пополнять парк, парк компании. Да, пользуясь случаем, поднятый вопрос, хотел бы всех авиаторов поздравить сегодня с Днем гражданской авиации. Поэтому, в принципе, вопрос доступности региона, региона одна из базовых задач, задач и правительства, и министерства, поэтому, в принципе, для такого большого региона, в полмиллиона квадратных километров, задача очень сложная, болевая, и требующая постоянного развития. Вновь внутри региона. Да, внутри региона мы закрываем направление, базовое направление, как мы кроме авиации имеем 7 аэропортов, имеем 35 вертолетных площадок, и все это движется, летает, и это не только вопрос доступности, это вопрос и санитарной авиации, это вопрос и поддержки удаленных регионов, это вопрос и участия авиации в реализации промышленных задач, вертолетного комплекса. Но, в целом, оценивая ситуацию... Но по пятибалльной шкале? По пятибалльной. Если мы имели за спиной 300 примерно тысяч человековылетов за 15-й год, то мы эту планку сохранили, мы эту планку сохранили, и это говорит о том, что народ пользуется этим видом транспорта. То есть и в плане межрегиональных направлений у нас тоже большой развитие городов, у нас география очень серьезно увеличилась за 16-й год? Да, здесь еще идет обкатка различных направлений, не все они оказываются удачными, и, наверное, многие заметили, что часть из них снимается, часть добавляется, появляются новые маршруты, но вот из этой обкатки высвечиваются маршруты, которые дают наиболее большой эффект, и которые наиболее востребованы у людей. Отлично. И мне подсказывают, что есть телефонный звонок в деталях. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елена, я мама двух детей и проживаю в городе Сектовкаре. И у меня вот такой вопрос. Планируется ли в летний период 17-го года дополнительные авиарейсы в южные регионы Российской Федерации по приемлемым ценам? Спасибо. Ну да, чтобы до Москвы и Петербурга не летать. Ну, по сути дела, уже летняя заявочная кампания идет на полную катушку. И главный вопрос, который задается, задается, как будем летать в Сочи, в Анапу, в Симферополь. На всех направлениях, на весь летний период с конца апреля-мая до конца сентября практически запланированы запланированы полеты компаний региональной линии и ЮТЕЙР. Там по расписанию каждая из них летает примерно по 2-3 раза в неделю. И, по сути дела, мы надеемся, что все запросы начинания региона по отношению по перелету в Южные регионы к Черному морю будут решены в полном объеме. Если говорить о ценах, самый болевой вопрос, не должны быть конкурентами. Готовясь к этой встрече, в принципе, я могу обозначить коридор цен от 10 до 12 тысяч рублей в среднем за билет. В одну сторону. В одну сторону, да. Ну, это в среднем, мне кажется, где-то так есть. Еще один телефонный звонок в деталях дня. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос вот такой. Я проживаю в селе Подтыбок. Скажите, пожалуйста, как в навигацию 2017 года будет организована переправа через реку Вычигду автодороги и подъезд к селу Анек? К речному перешли мы немножко плавный транс. Да, наверное, для меня лично, как для человека, для человека это был самый болевой вопрос 2016 года. Часто задавали, да? Не то, что часто задавали. Мне приходилось стоять на этом пароме выслушивать жесточайшую критику жителей в адрес правительства, справедливую критику. И я брал обязательство перед населением за речным, что в 2017 году все проблемы будут решены. Поэтому хочу доложить, что проблема решается в двух аспектах. Первое. С началом навигации будет поставлен паром и катер мы берем у компании Монди. Они будут сертифицированы, то есть поставлены в реестре и будут работать системно. Более того, нами проведен конкурс и архангельцы, выигравшие этот конкурс до сентября месяца должны построить понтонный мост. Он спроектирован, работы начаты и я думаю, что к сентябрю месяцу мы с 2017 года решим проблему уже кардинально и навсегда. По сути дела те просьбы, которые звучали в течение последнего десятилетия, решить не через паромную переправу, а через строительство наплавного моста и думаю, что этот вопрос поставит окончательную точку в самой бедовой переправе республики Коми. Отличные новости, очень ждем в данном случае осени и немного АЖД транспорта. Ждем весны и надеемся, что с весны, с начала навигации у нас не будет ни одной жалобы по Анныбу. Повторяю, это для меня одна из болевых проблем 2016 года. Хорошо, и немного АЖД транспорта у нас не секрет, что есть ряд направлений, которые либо были отменены, либо не существовали, и граждане очень часто, в том числе и на юрган, обращаются с подобными вопросами. Что было сделано АЖД транспорта в 2016 году в плане АЖД направлений? Коллеги, первое, мы ставим базовой задачей Министерства правительства республики сохранить все раскатанные и заявленные направления, реализуемые в 2016 году, будь то в объеме пригородных перевозок, будь то в объеме задач по поездам дальнего следования. И здесь никаких новаций, никаких новаций, в принципе, никаких революций реализованных не будет, за исключением одного момента. В зимний период нам удалось договориться с компанией пассажирские перевозки о замене порядка 100 вагонов вот в перевоз с января по май и я думаю пассажирские поезда дальнего следования, это тоже еще один из критичных и одна из проблем, по которой жалобы бы начали системный характер. Мы практически планируем заменить до сотни вагонов вагонами более современными, более юными по возрасту и по сути дела обновить парк наполовину. Прежде всего на направлениях таких, как Воркута, Адлер, то есть те пассажирские, по которым железнодорожнику ну и естественно нас резко критиковали. То есть работа с РЖД комплексная полностью. у нас очень идет конструктивная работа на всех направлениях, начиная от вопроса перевозки пассажиров, вопроса уменьшения времени доезда до базовых городов. И многие пассажиры могут заметить, что даже в рамках зимнего расписания на 3-4 часа допустим на маршрутах уменьшается время переезда. У нас есть стратегическая задача обновления всех платформ в республике пассажирских. Ну и одна из базовых стратегических задач это последний и завершающий аккорд это построить современный вокзал в городе Сосногорск. Это конечно удача не будет не 17-го года, но в рамках 2-3 лет она будет реализована. Хорошо, еще одно направление работы Минпрома не то чтобы новое, но которое очень активно особенно активно заработало в прошлом году это привлечение инвесторов. У всех на слуху Баваненкова, Ухта, о котором мы поговорили, система Ямал Европа, а вот что еще, о чем мы может быть еще не знаем было сделано в плане привлечения новых денег. вопрос инвестиций он неотрываемый от вопроса развития экономики и вы его обозначили как самостоятельную вещь, но это всегда индикатор развития промышленности вкладывает компания в территорию средства значит у территории есть перспектива не вкладываются средства значит территория становится начинает терять перспективы начинает терять специалистов начинает терять валовый продукт Я вас понял в таком случае вкладывались средства в 2016 Я могу говорить практически каждое направление которое мы с вами обозначили сегодня обозначили за каждым направлением есть свой объем инвестиций начали лесопромышленный комплекс стратегическая задача утвержденная программа той же компании монди построить новую ТЭЦ на 450 мегаватт потому что старая с 70-х лет практически вложиться в очистные которые принадлежат монди на которых сидит ежва и город и по сути дела вот та же цифра в очистные в очистные Сыктывкара и Эжвы в этом году в 2017 компания вкладывает 1,6 млрд миллионов рублей гигантская цифра в энергосистему вкладывает 7 млрд рублей и так я по каждому говорю мы только завершили в Печоре два приоритетных проекта Печора Энергопром и Азимут Луза Лес замахнулась на миллионный проект это лес нефтянка я уже говорил о восточно-ламбейшорском месторождении которое открыто 7 лет назад и сегодня уже в этом году выйдет на добычу почти 2 миллиона тонн Ярика только что открытая первая очередь все 60 лет мы добывали на уровне 550 тысяч тонн и вот даже вы показали автобусы которые пришли в город я считаю что это только начало только начало и по крайней мере в этом году мы должны повторить прошлогодний прошлогодний пионерный опыт и в каком-то обозримом коридоре практически избавить город избавить город от автобусов которым по 15-20 лет в общем здесь мы ставим твердую пятерку инвестиционную нет вот здесь я не готов к такому к такому варианту вот мы начали с вами говорить об угольной отрасли в принципе вся перспектива развития воркутинской воркуты связана с Печерским угольным бощейном у нас есть прекрасные шахтные поля которые которые ждут своего часа и которые должны быть реализованы в шахты вот сумеем реализовать построить УСУ-1 УСУ-3 значит вот мы тогда получим пятерки ну и наконец сегодня последний пока по крайней мере параметр это рабочие места покажите нам тоже цифры пожалуйста из которых следует что в 16-м году было создано 571 новое рабочее место и в рамках осуществления хозяйственной деятельности а также модернизации существующих производств создано 333 рабочих места это в сравнении с 15-м годом хорошо? Вы знаете мы по сути дела ежегодно в регионе создаем от 300 до 500 высококвалифицированных качественных рабочих мест это абсолютное как бы сказать вы мне задали вопрос по инвестициям но это вот итоговый результат инвестиций это перспективные рабочие места я надеюсь я хотел бы чтобы их было в два раза больше но пока то что что есть то есть потому что сегодня вопрос создания рабочих мест вещь достаточно трудоемка вот мы берем построенный газопровод Баваненкова Ухта Баваненкова Ухта если раньше на каждой компрессорной работало 250 человек то сегодня компрессор требует для работы всего 15-17 человек мощные но вопрос сложный да и по сути дела это всегда высококвалифицированные специалисты и поэтому как суммирующий фактор создания рабочих мест будем говорить самая главная и конечная точка создания любых предприятий и любых направлений хорошо Николай Николаевич спасибо вам большое за очень содержательную беседу мы получили огромное количество информации надеемся мы сможем ее переработать и завтра в 8 вечера смотрите детали недели с Александром Кузнецовым всего доброго